Привет, друзья! С вами Зажигалочка! Сегодня я вам расскажу про вот таких красивых коров. Этих коров выращивает мой сосед Юриса Болынч. Они всю зиму находятся на улице, и даже телятки рождаются тоже прямо на улице, несмотря на то, есть ли большой мороз или нет. Было время, когда коровы паслись на полях. Нужно было собирать сено для скота на зиму. Современные коровы обычно живут на больших фирмах и едят сложные корма. Однако луга, пастбище и природа в них остро нуждаются, так как выпас скота является одним из лучших способов поддерживать луга в естественном состоянии. Дикие коровы были завезены в Латвию на особо охраняемые природные территории в конце 1990-х годов. Ну а сейчас встретить их можно не только в природных парках, но и на фермах. Мы посетим хозяйство моих соседей Юриса и Даце и понаблюдаем за животными, живущими на нашей земле. Сегодня отличная погода, светит солнце. Юрис вот живет там за речкой, с Дацией они живут, и последнее время они больше не держат молочных коров, а перешли на хозяйство вот таких полудиких коров. Конечно, их нужно подкармливать зимой и нужно им подвести воду. Стадо Юриса насчитывает около 25 голов крупного рогатого скота. Это коровы породы Герефорд. Крупный рогатый скот может быть с рогами или без них. В хозяйстве Юриса порода без рогов. Сорт Герефорд является самым популярным в мире благодаря своему уникальному мясному качеству и вкусу. В неволе мясной скот подвергают болезненным хирургическим операциям, кастрации и удалению рогов, которые проводят без обезболивающих средств. Часто животным ампутируют хвосты, в нос вставляют кольца, чтобы сдерживать животное. Чтобы коровы давали молоко, их ежегодно после двухлетнего возраста искусственно осеменяют и рождается теленок, которого отделяют от матери через 24 часа. Уже через три месяца после родов корову повторно осеменяют, чтобы она продолжала давать молоко. У дои молочных коров с 1984 года резко возросли. В среднем одна корова дает 22 литра молока в день, но некоторые рекордсмены в Соединенных Штатах дуют до 30 литров молока в день. В естественных условиях теленок высасывает всего лишь 3-4 литра молока в день. В естественных условиях коровы выращивают и выкармливают телят до тех пор, пока им не исполнится по крайней мере 8 месяцев. И у матери и у детеныша существует очень тесный физический и эмоциональный контакт. Молочные коровы в неволе живут всего лишь 5-6 лет, что является небольшим сроком по сравнению с естественной продолжительностью жизни коров, которая может достигать 15-20 лет. Сейчас, сегодня красивый солнечный день, и вот коровы вместе с телятками вышли на улицу прогуляться. Обычно летом они подходят совсем близко к нашему дому, потому что тут есть несколько яблонь, и они любят полакомиться яблоками. Тем не менее, между яблонями и домом стоит электрический забор. Я потом вам покажу, как он выглядит. И просто подойти они не могут, поэтому они яблоки выпрашивают у моей мамы. Она со своим добрым сердцем эти яблоки отдает, и тем более, что их девать тоже некуда. Вот это сооружение называется электрический пастух. Это забор с несколькими столбиками, и на каждом столбике есть крепление, и тонкий-тонкий проводок. Это проводок этот электрический. И коровы очень хорошо знают, что если дотронуться до этого проводка, можно получить по носу электрическим током. Поэтому они не вылезают из-за забора. И вот такое сооружение называется электрический пастух. Они способны распознавать от 60 до 70 особей своего вида, с которыми они общаются с помощью позы, звука и зрения. Коровки собрались под старой дикой яблони. Этой яблони уже лет, я думаю, 100. И вот тут у них подкормка, и все сегодня красивый солнечный день, поэтому они все вышли не только покушать, но еще и прогуляться. Очень красиво сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У коров хорошо развитый инстинкт и способность находить подходящую пищу в течение зимы, а также накапливать жировые запасы. Устойчивы к неблагоприятным погодным условиям, имеют хорошо организованную структуру стада для защиты от хищников, особенно волков. С годами они приобрели признаки диких животных. Они способны выживать и производить потомство без помощи человека. У них заменяется летняя шерсть на зимнюю. Крупный рогатый скот, естественно, живет стадами, со строгой иерархией и специальными зонами содержания. Молодые самцы образуют небольшие группы. Старые самцы живут поодиночке, за исключением периода размножения. Я надеюсь, вам было интересно. Подпишитесь на мой канал, смотрите и узнавайте новое. Ваша зажигалочка.